А наша студия с каждым часом привлекает все больше гостей, и вот на этот раз к нам загостил Роман Захаров. Заведующий кафедрой природоустройства и водопользования Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро! Доброе! Приветствую вас! Ой, Роман Юрьевич, расскажите нам, пожалуйста, вот мы все знаем, что у нас есть некоторого рода проблемы с орошением, сельхозугодий, да, и из вариантов было, ну, где ты тоже была на некоторых съемках, там предлагали и ученые, и ведущие ученые как раз-таки использовать сточные воды, может быть, с помощью фильтрации, еще и других способов, так все-таки можно ли использовать сточные воды, да, пусть очищенные для орошения? Не только можно, но и нужно. Расскажите, как сейчас этот процесс рассматривается, может, уже есть какие-то шаги? Совсем немножечко, если позволите, почему это необходимо, почему этим стоит заниматься? Крым вододефицитный регион, один из самых вододефицитных регионов Российской Федерации. И для обеспечения населения и промышленности воды в настоящий момент достаточно. У нас были водные годы, и в водные годы приходит около 750 до 800, иногда чуть больше, миллионов метров кубических воды в год. Что это значит? То есть хватает абсолютно? Это для цели именно населения, туристов, вот для такой сферы. Для цели орошения у нас была предусмотрена вода из Северокрымского канала. И поскольку в 2014 году весной соседнее государство прекратило подачу этой воды, то, соответственно, в большей степени это отразилось именно на сельском хозяйстве и под отрасли орошения. В настоящий момент есть орошаемые площади. Порядка 17-19 тысяч в год мы орошаем. В какой процент в Крыму? Это в 10 раз меньше, чем было до соответствующих событий. И в результате нам для цели орошения приходило в Крым около полутора миллиардов кубометров воды. А сейчас мы тратим на цели орошения порядка 200-300 миллионов. Но эта потребность должна быть увеличена, потому что развитие экономики Крыма связано с производством сельхозпродукции. Безусловно, и для наших людей, и для приезжающих в Крым людей. И поэтому именно такой резерв, который мы можем и должны использовать, это именно очищенные источные воды. Например, канализационное очистное сооружение города Симферополь – это порядка 30 миллионов в год. Соответственно, и площади может быть увеличение, будет выращиваться сельхозпродукция, но она должна быть определена четко. То есть есть нормативные документы, которые позволяют оценить пригодность этих очищенных источных вод для цели орошения. А вот источными водами можно практически все орошать или только какие-то определенные культуры? Например, технические культуры. То есть то, что не идет в прямую для прямого потребления людей. Ягодники, допустим, это лучше, конечно же, не поливать очищенными источными. Ну да, не то, что человек ест, а тем, что он пользуется в промышленных целях. Да, и есть специальные технологии. Это внутрипочвенное орошение. В Крыму это пока только начинает развиваться. Именно изнутрипочвы корневая система получает необходимую воду и в том числе и полезные вещества. Почему? Потому что сточные воды – это несколько другой химический состав и по именно элементам, и по микроэлементам, и по другим показателям. И полезные вещества можно как бы и удобрения туда добавлять, кроме, если есть необходимость каких-то дополнительных, но сады, виноградники, допустим. А вот технические культуры мы же должны закрывать и животноводство. Давайте перечислим технические культуры. Какие у нас есть? РАПС, если не ошибаюсь. Ну, РАПС в настоящий момент это не очень благоприятная для Крыма с моей точки зрения культура. Мы можем выходить на бобовые культуры в основном. Например, люцерна, бобовые смеси определенные составы. Есть ли представление вообще, какая сумма нужна для того, чтобы весь этот механизм запустить? Потому что я понимаю, что это, наверное, серьезные расчеты, и мы понимаем, сколько, если много... Они раскладываются, затратная часть будет раскладываться на несколько частей. Надо определить сначала объем, который мы можем. Сточных вод в Крыму, по данным на 2017-2018 год, по 2019-му просто нет пока этих. Это порядка 120-130 миллионов метров кубических в год. Соответственно, всю эту воду мы перехватить не можем, по причине, что не везде есть соответствующие очистные сооружения. Значит, мы приблизительно считаем, это 60-80 миллионов, это этот резерв. Соответственно, это несколько тысяч гектаров орошения. Когда примерно запустятся вот эти вот работы? Идет работа уже сейчас. Я вам приведу пример по 2018 году. В конце 2017-го введены в эксплуатацию два новых комплекса именно очистных сооружений. Это Гвардейская Симферопольского района и ПГТ Советский, Советского района. И мы определяли именно пригодность этих сточных вод для цели орошения. При небольших затратах мы можем рассматривать и тепличные комплексы, опять же. Но не прямое потребление, я повторюсь, а, допустим, питомники плодовых культур или любой другой, как бы, древесной растительности. Что очень эффективно. Мы должны еще и озеленять наш Крым. У нас посадки идут постоянно. То есть лесомелиорация, это тоже такой один из трендов Крыма. Но все-таки и Крым славится чем это, не только морем, но и своими лесами. Да, и это очень полезно с точки зрения именно и развития туризма, и именно оздоровления. Вся территория Крыма будет и оздоровляться за счет этого. Но в целом это будет рентабельно. Вот, допустим, выращивают какую-то культуру, тратят деньги на очищение воды, правильно? Это тоже какая-то определенная сумма. Да, но я поясню, почему это, безусловно, это экологично. Это экологически обоснованное действие. Если эти сточные воды попадают в водоемы, в естественные русла и в моря, то мы наносим вред. Соответственно, мы все равно должны по законодательству эти сточные воды очищать. И лучше их уже очищать и использовать, чем очищать и не использовать. Совершенно верно. И мы должны просто предусматривать ту технологию, те площади, те культуры. Хозяйство заинтересовано, я скажу так. Спасибо вам большое. Спасибо за беседу, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Это очень важная тема. Надеюсь, что все получится. Я желаю вам успехов и удачи в вашей работе. У нас в гостях сегодня был Роман Захаров, заведующий кафедрой природоустройства, водопользования, Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского.